Сегодня я вам расскажу, как готовить рыбу и как готовить осьминога. Мои подруги не любят готовить осьминога, так как они считают, что для того, чтобы приготовить осьминога, это очень быстро. И для этого надо очень мало времени. Они бросают его в кипящую воду, ждут 5-10 минут и его сразу вытаскивают. И он, конечно, у них резина. Чтобы приготовить нам осьминога, у меня он очень большой, нам нужно его сначала отварить. Варить осьминога надо час-час тридцать. После этого я его буду обжаривать с лучком, добавлю красного вина, зелени и приправы. Также сегодня мы будем готовить рыбу. Семья у нас большая, трое детишек, мы с мужем, ваши родители. Кушать любят вкусно все, особенно если это полезно. Я купила рыбу 6 килограмм. Я вам ее сейчас покажу. Для того, чтобы приготовить такую большую рыбу, нам, естественно, понадобится противень, специи. Готовлю я эту рыбу с приправами. Начнем с готовки рыбы. Она у нас очень большая. Три очень большие. Я вам ее сейчас покажу. Как у меня маленький ребенок, Леша, он говорит, акула. Мы ее переворачиваем. Я уже приготовила зелье. Сначала мы ее посолим. Не бойтесь солить рыбу. Рыба берет соли столько, сколько ей необходимо. Поэтому и готовят рыбу с солью. Запекают, вернее, рыбу с солью. Это очень удобно, потому что рыбу практически невозможно пересолить. Добавляю, режу зелень. Зелень я режу только для того, чтобы рыба была более ароматной. Фарширую зелень. Дальше я также обсыпаю всю рыбу с солью. Я ее хорошо солю. Делаю надрез, разрез. В эти разрезы мы будем вставлять лимон. Берем лимон. Если рыба более маленькая, лимон разрезаем на полу. Так как у меня рыба очень большая, и разрезы я делала достаточно глубокие, то у меня входит весь лимон. Лимон можно разрезать на попало. Где у меня некоторые разрезы не такие большие, поэтому все-таки мне пришлось разрезать лимон. Теперь мы добавляем приправу. Это у меня специальная приправа для рыбы. Рыбу я готовлю часто и по многому. Одну сторону сделали. Мы переворачиваем рыбу. Мы переворачиваем рыбу. Я люблю рыбу запекать, когда она стоит на брюшке. Это получается очень красиво. Особенно большая рыба нам позволяет это сделать. Такой же схемой мы делаем дырки с этой стороны. Так же выкладываем. мы также выкладываем лимон также сейчас мы солим рыбку хорошо-хорошо рыба соли не боится перчим добавляем любую приправу кто какую любит кто-то любит с лавровым листком я делаю рыбу сейчас более классически не так тяжело, но чтобы она получилась очень вкусно, так как у меня ее едят дети переворачиваем рыбку на брюшко я люблю так запекать, это очень красиво смотрите так как я хочу удивить и угостить, чтобы все это было красиво и вкусно своих родителей так, у нас тут упал лимончик я думаю, что получилось очень красиво будет очень вкусно, я надеюсь мы ее только поправим чтобы она хорошо встала фольгу, чтобы поставить ее в духовку и поставим запекать запекать мы будем при температуре 180 градусов 45-60 минут это опять же в зависимости какого размера у вас рыба я считаю, что красота просто, быстро и удобно и главное, если у кого-то маленькие дети, они оценят детям очень полезна рыба для ума и для костей ну, заворачиваем хочу посоветовать за 15-10 минут до готовности рыбы раскрыть фольгу положить на нее сливочное масло и оставить в духовке запекать рыба получит из корочки я очень люблю готовить мы часто собираемся не часто, мы всегда собираемся дома на ужин по всей семьей иногда приходят к нам гости я готовлю рыбу либо рыбу, либо мясо вы обязательно будете знать что мы едим сегодня все, рыба готова она отправляется в духовку а мы переходим к осьминогу мы готовим осьминогу мы делим либо сейчас до того момента, пока он у нас будет вариться либо после но у меня нет времени конечно, я сразу забрасываю осьминогу в кипячую воду солю, перчу и потом я уже разрезаю и дальше начинаю обжаривать это кто как любит подается только щуп лица осьминога так, я забрасываю осьминогу так, я забрасываю осьминогу я положила варить осьминогу в кипящую воду сейчас я его поперчу посолю кто-то добавляет лавровый лист или еще какие-нибудь спец это уже кто как любит оставляю осьминогу накрываю его крышкой сейчас я кастрюлю накрываю крышкой и жду час час тридцать по мере готовности как осьминог станет мягким после этого я его выкладываю на сковородку и обжарю в течение пяти минут с лучком, с зеленью, с приправой сейчас мы будем ждать в течение пяти минуты